В процессе развития науки и инноваций, превращение их достижений в продукт с высокой добавленной стоимостью, важное значение имеет обеспечение надежной защиты интеллектуальной собственности. На мировом рынке высоко ценятся брендинговые товары. Доля интеллектуальной собственности составляет 45% валовой внутренней продукции в Европе, 12% ВВП Китая и 7% ВВП России. К сожалению, в этом плане наша страна отстает от мирового рынка. Ни ведомства, ни регионы не обратили внимания к вопросу интеллектуальной собственности. Вследствие этого произошла утечка талантливых ученых и креативных работников за рубеж. Отечественные научные институты не смогли создать инновации, а отрасли промышленности – востребованные бренды. И если даже такие попытки предпринимаются, большинство изобретений, полезных моделей, промышленных образцов создаются лишь для того, чтобы ускорить процесс регистрации научной работы. Соответствующие требования также устарели. На совещании обсуждены вопросы совершенствования законодательства в этой сфере, усиления защиты интеллектуальной собственности, внедрения научных достижений в каждом ведомстве и отрасли. Министерству юстиции и агентству интеллектуальной собственности поручено разработать трехлетнюю программу развития данной сферы, организовав ее широкое обсуждение с участием всех ведомств и регионов, университетов и исследовательских учреждений. Подчеркнута необходимость внедрения системы льгот, таких как стимулирование создателей интеллектуальной собственности. В нашей стране ежегодно регистрируется около 4,5 тысячи объектов интеллектуальной собственности, в том числе более 2 тысяч товарных знаков. К примеру, Новоездский горно-металлургический комбинат за последние 10 лет зарегистрировал 35 изобретений, экономический эффект от 16 из которых составил более 400 миллиардов сумм. Но многие разработки остаются некоммерциализированными из-за слабой работы системы оценки стоимости. В связи с этим на совещании указано на важность налаживания системы подготовки оценщиков совместно со специалистами Всемирной организации интеллектуальной собственности. Поручено создать в первом квартале следующего года платформу для промышленных патентов, на которой будут размещаться объекты интеллектуальной собственности отрасли промышленности, а также сформировать базу данных по интеллектуальной собственности предприятий и вузов. В прошлом году зарегистрировано около 400 изобретений, 110 полезных моделей, 170 промышленных образцов, 36 достижений селекции, но коммерциализировано всего 43 научных разработки. Необходимо организовать электронную ярмарку таких научных достижений и обеспечить условия для сотрудничества между владельцами патентов и предпринимателей, отмечалось на совещании. Особое внимание глава государства уделил вопросу международной регистрации местных товарных знаков. Сегодня такую регистрацию прошли лишь 72 отечественных бренда. Такая узнаваемая продукция, как чузские ножи, маргеланский адрас, шарабадский гранат, алтарыгский и паркенский виноград, харизмские дыни, сурхандаринская хурма могут быть зарегистрированы как территориальные бренды и активно продвигаться на международном рынке. Министерству инвестиций и внешней торговли дано указание расширить международную регистрацию местных брендов и поддержать их выход на международный рынок. Планируется организовать тренинги для предпринимателей по вопросам создания и защиты интеллектуальной собственности в Ташкентском юридическом университете и на местных юридических факультетах. Отмечена необходимость разработки программы и электронной площадки для брендинга продукции предпринимателей, проведения в регионах ярмарки брендов. Отмечалось, что практика регистрации отдельными отечественными предпринимателями товарных знаков, идентичных известным международным брендам, препятствует притоку иностранных инвестиций и даны указания по упорядочению этих случаев. Еще одна проблема использования в коммерческих целях произведения искусства и литературы без согласия автора. Агентству информации и массовых коммуникаций и агентству интеллектуальной собственности поручено изучить зарегистрированные в стране развлекательные сайты, радио и телеканалы обеспечить интересы авторов. Министерству культуры поручено организовать деятельность Палаты по защите авторских прав артистов, творческих деятелей и исполнителей. Ответственные лица представили информацию по обсужденным на совещании вопросам.